Большой этнографический диктант проводится в России уже в шестой раз и с каждым годом растет как количество его участников, так и география международной просветительской акции, к которой присоединяются жители стран СНГ и соотечественники из дальнего зарубежья. Это оценка знаний по этнографии среди учащихся общеобразовательных организаций республики и взрослого населения. То есть каждый может попробовать ответить на 20 вопросов федерального компонента, то есть те вопросы, которые формирует этнографический диктант федерального уровня и плюс наши региональные вопросы, которые тоже будут включены в этнографический диктант. Проверить свои знания о народах, проживающих в России, их культуре и традициях можно и не выходя из дома на официальном сайте проекта с 3 по 7 ноября. Но в 5-й гимназии Черкесска, где была организована офлайн-площадка диктанта, этот экзамен стал настоящим костюмированным праздником. Я считаю, что это огромная честь для меня участвовать в этом диктанте, так как это событие объединяет нас и призывает нас любить нашу Родину. Конечно, я присматривала вопросы разные о том, о народах, о культуре. Задания этнографического диктанта оформлены в виде теста из 30 вопросов. Чтобы ответить на них, даётся 45 минут. С прошлого года у тех, кто пишет этнодиктант онлайн, есть возможность сразу узнать правильные ответы. Более того, можно получить историческую справку со ссылками на источники. Но у этих школьников такой возможности не было. Отсюда и такие серьёзные лица, как на настоящем школьном экзамене. Читая вопросы, даже только в них, вы найдёте много чего интересного и полезного. Отвечая на вопросы в конце, вы выйдете в свой уровень. И дальше уже будете знать, на чём вам можно поработать. Так, чтобы вы могли быть приближены к каждому народу друг к другу. Чтобы было взаимопонимание между вами. Чтобы было согласие и единство. И все мы вместе были не только частью большой России, но и единым народом. Руслан Альботов, Михаил Каракелян. Итоги недели.